Добрый вечер, дорогие друзья, телезрители. Программа «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипником начинается. Сегодня у нас в гостях Михаил Лупашко. Писатель, публицист. Хороший организатор, хороший, добрый семьянин. И вообще человек, который умеет думать, что редко сейчас в нашем думающем обществе. Добрый вечер, Михаил. Да, здравствуйте. Я думаю на «ты». Чтобы не вводить в заблуждение телезрителей, поскольку мы все-таки друзья и знакомые давно уже. Не будем вводить. Да. Но я не смутил начало программы. Ну, как-то так. Надо здесь держать. Скажем так. Правду, когда говорят правду. Уже приятно. Мне хотелось бы начать с тобой беседу. И чтобы люди, которые тебя знают, тебя увидели, может быть, с другой стороны. Я бы задал тебе простой вопрос. Что ты считаешь основой духовности в нашей республике? Малый дом. Конечно, православие. Православие, которое к нам пришло из глубины веков, вместе с византийскими, с болгарскими просветителями. Первые церковно-славянские, византийские, греческие книги, они все-таки здесь на стыке, скажем так, разных племен тогда еще, достаточно буйных. Прекращения. Да, в своем нраве. Они все-таки дали людям основу какой-то этики и взаимоотношений. Потому что, конечно, в нашем регионе языки, народы, этносы перемешаны. И если бы не было вот такого связующего этического звена, то, конечно, здесь бы никогда не прекращались войны, междуусобицы. Но мы знаем времена, когда накатывались какие-то нашествия извне. Но в целом, вот на этой территории благословенной, всегда царил мир и согласие внутри. Люди разных этносов, разных языков, благодаря общей православной культуре находили общий язык. И развивались, и жили, и рожали детей. Ну, как бы это цементировало общество для решения общих задач? Общество. Ну, это был закон выживания по большому счету. В первую очередь. Да, конечно. Поэтому сразу провокационная беседа у нас будет с тобой. А что сейчас происходит? Почему именно наша вера, единая вера православная, не позволяет нашему народу слышать друг друга? Ну, потому что... Понимать друг друга. Потому что есть соблазн золотого тельца. Потому что есть соблазн золотого тельца. Они такие же ценные личности, индивидуальности, как и те, у кого, так сказать, есть возможность в силу их способностей, жизненного пути зарабатывать миллиарды. Но когда людей вводят в такой обман и блуд, то все кидаются, кидаются зарабатывать деньги. Большие деньги. Большие деньги. И сразу. И сразу, да. А тут уже то, что является нашим цементирующим этическим, скажем так, основанием, оно размывается. Потому что, да, я иду в церковь, вставлю там подношение, жертвую. И тут же выхожу из церкви, начинаю обманывать своих близких, значит, зарабатывать неправедными путями в надежде на то, что мне это зачтется. Потому что я, так сказать, на виду всех являюсь благочестивым и порядочным гражданином. А не на виду всех, я просто подонок. Да. И вот, к сожалению, вот эта нестыковка, она и создает, даже и в политике, даже и в политике, создает вот этот фон мерзостный. Когда люди клянутся верности одному флагу, одному партийному уставу, одному вождю. Проходит время, вождь стареет, идеи идут на закат, и начинается парад переходов. Из одной партии в другую. Не задаром. Ну, а как же вот духовные скрепы? Например, если я был коммунистом, я остался верен партии до конца. А потом вдруг стал демократом. Тоже верен. Конец отстрочил. Ну, вот я имею в виду, мы берем пример-то с наших государственных деятелей. По их духовности. Дело в том, что политика сама по себе, она не предполагает, скажем так, каких-то устойчивых принципов. Беспринципно. Для того, чтобы побеждать, еще наш основатель социалистического государства говорил, что в политике важны компромиссы. Компромиссы во имя какого-то результата. И тут просто надо смотреть, какой результат предполагается по этим компромиссам. Результат личного обогащения или результат повышения уровня благосостояния. Укрепление, скажем так, мира и согласия внутри страны. Решение каких-то проблем, которые за нами тянутся уже 25-26 лет. Не разжигание страстей в обществе. Опять там, язык, не язык. Ориентация восток-запад. Ценности и неценности. Все начинается бурление. Молодые горячие головы выходят на площадь. Того скинуть, того сбросить, этого поднять. И все. И уже начинается ситуация, когда никто никого не слышит. Когда никто никого не слышит и не хочет слышать. И не будет. И не будет слышать. И, к сожалению, это не та ситуация, при которой может идти какое-то позитивное развитие. То есть позитивное развитие, ты и сам знаешь, что оно может осуществляться только в условиях, когда встречаются люди и говорят, слушай, у нас есть общая задача. Здесь есть твой интерес, здесь мой интерес. Есть государственный интерес. Давайте это все сбалансируем. Для того, чтобы через год и государство у нас укрепилось, и наш интерес тоже, соответственно, получил какое-то развитие. Но у нас государство – это дойная корова для политических кланов. Образование кланов, Миша, оно формируется годами. А у нас кланы формируются ежеминутно. Ну, вот, к сожалению... Ну, как это? Понятно. К сожалению, вот эта морально-этическая неустойчивость людей и нежелание думать о том, что, в конце концов, все равно придет время, когда возраст возьмет свое. Да. И одно дело, когда ты выходишь в город, и с тобой здороваются, и говорят, ну вот, и тебя знают, и видят. Маленькая страна. Тут или уезжать из нее навсегда, но там ты навсегда будешь чужой, эмигрант. А здесь тебе будут плевать в лицо. Потому что скажут, вот этот тот, который украл. Или вот этот, который всех тут гнобил. Или вот этот, вот этот еще, и так далее, и так далее, и так далее. Если вот сейчас взять этот список, начать одного за другим рассматривать, то мы отсюда выйдем в воскресенье утром. Может, вообще не выйдем. Может, вообще не выйдем. Да, может... Замуруют. За нами придут раньше, чем мы дойдем до середины. Да, ну мы до середины заходить не будем. Я думаю, сам в начале споткнемся. Вот. Здесь, конечно, улыбки, ну... Ну, без юмора как? Без юмора в такой ситуации... Не выжить. Да, конечно. Единственное, что может нас спасти, это мы должны подсмеяться над этой глупостью и маразмом окружающей нашей жизни. Потому что иначе, иначе что? Иначе получается полная безысходность. Вот посмеялся, все как бы уже, скажем так, воздействие на предмет меняет сам предмет. А смех – это очень сильное воздействие. Но у нас такие фокусники, что взгляд на предмет меняет сам предмет, а у нас убеждает в том, что это предмет, но не ваш предмет, а наш предмет. Ваш, я имел в виду, народ. Сережа, это уже традиция 90-х, это наперстки. А-а-а! Это все оттуда, ну вспомни. Кручу-верчу, кручу-верчу. Ну вот, кручу-верчу, кручу-верчу. Ну тогда люди зарабатывали по сколько? По 200-300 рублей в день? Я не знаю, сколько зарабатывали. Вот. Вот, в принципе, я не знаю. Первоначальное накопление капитала, потом дальше больше. А кручу-верчу осталось? Я так скажу, что кручу-верчу осталось как бы в памяти у тех, кто проигрывал. Поэтому они все эти годы отбивают свои проигранные денежки у нас из кармана. И кому не скажи... Наперстки-то побольше. Да, наперстки. Хотя бы в ведро было. Нет, сейчас уже бочками это все делали. Золотые уже наперстки. Да, да, золотые наперстки. И у каждого в руке. Да. Или сидят уже на наперстках. Просто присели вот так и говорят, ну что, крутить уже андреал, платить и так. А есть кому крутить. Энтузиасты находятся. Ну, у нас всегда находят людей, которые крайние. А в целом и едином, вот сейчас, чтобы улыбаться и не плакать, сразу сказать, весь народ крайний. А вот один процент, который возвышается над народом, вот он правильный у нас. У нас законы великолепные. Не исполняются. Константация фактов. Потом мне скажут, значит, что этот скрипник опять говорит избитые фразы. Ну, хорошо. А давайте помечтаем. Вот как писатель. Давайте помечтаем. Во что могла превратиться республика, если бы здесь было согласие? Ну, как минимум, по крайней мере, уровень жизни у нас был бы не ниже, чем в Италии. Я так думаю, за 25 лет. Я думаю, что с бегалками вы не ходили. При способностях нашего народа выкладываться в работе, а народ наш умеет выкладываться в работе. Если бы была поддержка государства. Ну, это нужен климат. Климат у нас есть. Климат внутри. Нет, имеется в виду климат. Я понял. Да, исполнение закона. Климат у нас есть. По крайней мере, мы в средствах массовой информации видим, читаем, ощущаем по курсу Лея, по отношению к доллару или по курсу Лея, по отношению к евро. Я говорю, о чем? Мечта. Да, было бы хорошо. А как бы было хорошо? Через что? Я говорю, что уже бы не закрывали дороги, не проезжали в машинке с мигалками, да? А как в той же развитой стране, как Дания. Сергей. Ходили бы пешком на работу. Есть еще такой феномен. Когда мы отрекаемся от своего прошлого, мы зачеркиваем свое будущее. Можно отрицать свое прошлое. Мы не имеем своего будущего. Мы можем отрицать какие-то элементы негативного опыта. Репрессий, попрание элементарных прав человеческих, идеологического диктата, который иногда был просто тупой и бестолковый. Ты сам помнишь какие-то моменты. Но отрекаться от этого прошлого, говорить, это все, это не наше. Не, мы вот начали с чистого листа. У нас вообще не было никакой государственности. Вообще, это все чушь собачья. Вот сейчас, вот сейчас, может быть, если мы с кем-то объединимся, совокупимся, сольемся, продадимся, вот тогда будет. Ничего не будет. Это непрерывный исторический процесс исторической памяти человеческой. Вот когда я сказал о православии, вот оно оттуда все идет. К сожалению, да, у нас были исторические этапы, когда мы проваливались в какие-то пропасти, в небытие. Но вот каким-то чудом оно возрождалось. Да, государственность возродилась в рамках Молдавской Советской Социалистической Республики. Но это не значит, что это менее ценная государственность, чем любая другая. Вот наши соседи-украинцы сейчас барахтаются в этих юридических тонкостях, потому что если они отрицают советскую государственность, у них не остается вообще страны. Потому что вся эта страна собрана в советский период. Из разных кусков. В том числе и во время так называемого освободительного похода советской армии в 1939 году в западные области Польши. Так? Так. Но если исторически продвинуться чуть дальше, то было княжество польское, которое входило в состав Российской империи. Да, много чего было. Да, много чего было. Было. А как это забыть? Не надо забывать. Этому надо давать объективную оценку. А кто дает объективную оценку? На сегодняшний день кто? Использует просто политическое... Правильно, да, манипуляция идет. Манипуляция эмоций людей. Разжигают эмоции. Эмоции, правильно. Да, никакого разума, никакого холодного осмысления того, что, ребята, ну вот так, да, было так, конечно. И надо как-то это принимать. Я бы заметил, что все-таки возрождалась наша страна всегда благодаря молдавскому народу, который был един в желании возродиться. И людям, которые шли в авангарде хозяйственной жизни. В первую очередь. А они уже подтягивали культуру. Не всегда, и всегда уклюже, я бы сказал, культуру подтягивали. Потому что хозяйственник, он знает, как построить филармонию или органный залп, но он не совсем понимает в этих тонкостях. Как нажимать на педали и на клавиши. Да, поэтому был конфликт великого писателя Друци с большим хозяйственником и организатором Иваном Ивановичем Бодилом. Был конфликт. И Друци уехал в Москву. И вот все эти нюансы, да, кстати, можно не любить Дмитрия Рогозина, но зато приглашать сюда Диму Маликова. А что, споем, как раз он почти моего возраста. Что, петь те песни, которые он пел в 20 лет. И вот в этих противоречиях мы все время вязнем. Потому что, с одной стороны, я вижу какую-то странную русофобию вообще. Скажем так, нерациональную, ненужную сегодня. Можно критиковать политику Кремля объективно. И нужно. Потому что нет безгрешных и абсолютно политику Вашингтона и Брюсселя. Кого угодно. Есть, так сказать, какие-то ошибки у любых государственных деятелей. И по странности русофобии. Нет, так, это две стороны одной медали. Если мы разжигаем русофобию, то тут же начинает расти румынофобия. Вот и все. И тогда мы получаемся в каком-то капкане. С одной стороны у нас страна, с которой мы граничим. Это Евросоюз, это Румыния. С другой стороны у нас огромное пространство. Скажем так, русскоязычие в Украине, которое сейчас непонятно во что там бурлит. И чем это все закончится, Бог весь знает. Дай Бог, чтобы оно так сошло на нет. Мирным путем, чтобы оно не пошло дальше полыхать из Донбасса. Потому что, ты же знаешь, ты же видел. Начало конфликтов многих ты видел в своей жизни на постсоветском пространстве. Как оно все начиналось. И как оно плохо все заканчивалось. И до сих пор это тлеющие точки. Тлеющие. Вот залу разгреби, и там оно тлеет. Ведь никто же не занимался действительно тем, чтобы погасить эти конфликты. А почему не занимались? А потому что... Не надо это. А потому что, когда надо, мы, значит, не любим Дмитрия Рогозина. И в то же время, когда надо, зовем Николая Баскова. И в то же время занимаемся русофобией. Вот и все. И в то же время мы подстегиваем румынофобию. И все. И у нас начинается здесь, значит, на одной стороне площади стоят унионисты, на другой коммунисты, на третьей либерал-демократы. Там еще что-то. И вот так у нас вся страна вот в такой винегрет превращается. И что ж тут уже... А о чем говорить? О чем говорить? И нормальные люди говорят, да ну вас... И уезжают. И уезжают. А некоторые в Магдову приезжают. А Шевчук со своей красавицей, женой... Я так и не понял. Сколько лет я слушал, что здесь румынофашисты... Я думаю, что этот случай требует отдельной передачи, отдельного исследования. В том числе и психологического. Михаил? Может, даже и медицинского. Я не знаю. Писатели, да, они влияют очень на восприятие реального мира. Писатели-фантасты. На восприятие будущего. Которое может быть после нас. Но основываясь на фактах, как ты говорил, своего прошлого. Отдельную программу нечего ввести. Мы можем двумя словами просто. Бегут сюда. Как так может быть? А не то ли, как ты сказал, вот этот котел, где варится все. И золотой телец, это все единое целое. Европейское. Россия от Уральских гор до Ла-Манша, до островов, великих бритов. Да? Это Европа. И вот здесь все решает золотой телец. У каждого своя выгода. Ну, выгода, вот скажи. В чем на сегодняшний день ты так думаешь, как писатель, еще раз говорю. Как писатель. Причина тех антиевропейцев, да, получать второе гражданство европейское. А не российское. Я прямо тебе провокационный вопрос задаю. Ну, дело в том, что... Так же, как и гражданка Румынии, жена бывшего президента Прендестроя, Шевчука. Я не владею такими фактами. Я могу сказать, что есть стандарты жизни в Европе, которые на сегодняшний день во всем мире являются образцовыми. Ну, поезжайте в Австрию, да, допустим. Вот образец страны европейской, это Австрия. Социальные программы, социальное жилье, высокий уровень жизни, чистота, дисциплина. Полицейские ниже метра восьмидесяти там нет, там... Животов я не видел. Животов нет. Животов есть исключительно технологичные, экологические предприятия. Небольшая страна, сколько там? Восемь миллионов или семь миллионов жителей. Вот. Один язык с немцами, но они говорят, мы... У них более... Австрийцы, у них более мягкий язык. Литературный язык один, потому что Гёте и Фауст и для немцев... Ну, австрийцы говорят, заберите Гитлера своего. Да, заберите хотя бы... Да, а Моцарта оставьте нам. Я когда в Вене был, общался там вот с людьми, которые занимаются организацией музеев. 250 или 260 музеев в Вене. И все высочайшего уровня. Высочайшего. Это вот просто можно приехать и год ходить по музеям. Их намного больше. Каждый городок имеет свой ум. В Вене, в самой только в столице. А в самой Вене? Да. Я молчу вообще. Там есть же частные, они не входят в медленную систему. Поэтому, конечно, как пример, как... Ну да, Австрия, она член военно-политического блока НАТО. Ну, она ведет себя очень спокойно в этом плане. Очень нейтрально. Да, очень спокойно. Причем даже при всем этом потоке эмигрантов, австрийцы не шумят, не кричат, что мы их не пустим, не строят стены. Но никого не пускают. Пускают. Ну, очень мало. Не, ну они так пускают, что те уже, в общем-то... Он говорит, что они, во-первых, они ведут наблюдения за интеграцией в общество и восприятие тех ценностей, где они находятся. Я Австрию проехал по маленьким городкам. Ну, мы взяли как пример. Мы взяли как пример. Но все-таки ты ушел от ответа. Можно взять Лихтенштейн, Люксенбург. Ушел от ответа. Нет, я не ушел от ответа. Просто, конечно, стандарты жизни в Российской Федерации и возможности самореализации, допустим, по сравнению с Молдовой, там выше, объективно. Потому что страна больше и движение капитала, предприятия и так далее. Но если сравнивать с европейскими, то, конечно, тут, безусловно, есть куда расти и развиваться. И мы взглянули сразу в прошлое. Да. В Витарию, Ульянов, Ленин. Ну, Владимир Ильич, да. Германия. Роза Люксенбург, там, Клара Цеткин, другие, да. Почти все прошли жесткие основы европейской эмиграции. Ладно, не будем защиту Европы говорить. Ну, 100 лет Октябрьской революции сейчас, в 17-м году. Самые факты, Михаил. Ведь это же нонсенс. Сергей, Российская империя развалилась и была воссоздана. Потом уже Сталином развалилась она только потому, что вся энергия, которая накапливалась в народе, не получала выхода в какой-то реальной жизни. И уровень благосостояния рос очень медленно. Плюс помещичий строй, пережитки. Управленческая элита царская, она не справлялась с вызовами времени. Одно поражение в русско-японской войне. Потом в первый мировой брусиловский прорыв, Австро-Венгрия на грани краха. Все разгромлено практически. И вдруг все останавливается. То есть, эта управленческая элита не могла будущего своего получить. Конечно, существовал определенный очень яростный и мобилизованный революционный класс в стране. Не только большевики, эсеры, анархисты. Большевики не были основной движущей силой. Конечно, они выступили на волне этого антимонархического движения. Но так как у большевиков была самая четкая и прописанная программа, основанная на очень простых и доступных лозунгах. Фабрики рабочим, земля крестьянам. Бабят цветы, дитям мороженое. Всем раздали землю. А потом оказалось, что наоборот. Тут нюансы уже развития исторического. Историческое развитие Молдовы. Мы пока живем в Молдове. Мы за сто лет революции поговорили. В Молдове доказано уже исторически, что страна может развиваться только тогда, когда сельскохозяйственные площади консолидированы. И это может быть высокотоварное промышленное сельскохозяйственное производство с рынками сбыта. А что мешает нам такое сделать в республике? Она сначала помешала глупость людей, которые пришли к власти после распада Союза. Потому что они почему-то уверовали в то, что надо отречься от прошлого, все порушить, и оно все наладится. Вот стоит привести сюда пару лекал, скажем так, конституций, списанных с каких-то стран, которые к этой конституции шли 200, 300, 400 лет. Вести какие-то нормы, которые наш народ не воспринимает. Народ-то по православию, он даже, когда дом строили в селе, собиралось все село. То есть он коллективист сам по себе. Раздай ему землю, все. И все умерло, все начали разбегаться, искать работу. И так же и в городе большие предприятия уничтожили, народ начал сегментироваться, распадаться, челночники, все. Города нету. Города нету. Мы говорим с тобой, что Кишинев превратился в большое село. Он потому и превратился, потому что здесь класс городских жителей, который был привязан к большим предприятиям со смыслом гигантским. Телевизионный завод, Мизон, Сигнал. Все почти убиты. Вот и все. МПО волна, а ты что? Поэтому есть объективные законы существования больших городских агломераций. Есть менталитет сельский, есть менталитет городской. Они друг другу не противоречат. Каждому свое. И когда сельский житель попадает в город, оставаясь при своем менталитете, он перед своим домом начинает возделывать делянки или выращивать козу на балконе или еще что-то. Его просто жизнь вытолкнула из села. Он не может там выжить. И в городе жить он не может. А едет он на заработки, мы смотрим и в Италии, и все. И тоже воспроизводят тот же уклад. Вот проблема наших управленцев в том, что им бы не думать о том, что вот у меня есть 100 миллионов, я вот 4 года у меня мандат, у меня будет 200 уже к концу. И я эти денежки возьму и уеду отсюда куда-то. И буду дожевать. А что? Да. Ну там с этими денежками он будет никто. И никто, так сказать, с ним там здороваться за руку тоже не будет. Ну нормально все. Ну нормально. Он скажет, оставьте меня в покое. Это пока он не попал туда. У меня был такой пример. Человек в 90-е годы заработал миллион. И на радостях уехал в Америку. Через 10 лет приехал без миллиона и сказал, слушай, там таких, как я, оказалось очень много. И я здесь был с этим миллионом человек, а там я был никто. И я его потратил и чуть не спился. Потому что там, где родился, там и пригодился. Где ты нужен? В какой жизни? Да, может быть, в 15-16 лет завоевывать, там, да, как примеры. Человек из глубинки приехал с талантом, завоевал большой город. Или Мапасана, милый друг, да? Да. Или еще что-то. Ну в классике все описано. Можно примеров найти массово. Массово. В современности можно массово. И в современности, да. Примеров. Просто сейчас парадокс такой, что в 19 веке грамотных было мало, но читали много. Сейчас грамотные все, но почти никто не читает. Все уткнулись вот в эти, как Рэй Брэдбери говорил перед смертью, что самое идиотское изобретение человечества – это смартфон. А он-то знал, о чем говорил. Да вообще-то он много чего знал. У меня иногда подозрение, что он не от мира сего. Ну так, наверное, какие-то откровения приходят людям, наделенным такими способностями. То есть, они не отчитывают. Да, и они это откровение. Раньше были великие пророки, да, они создавали великие религии. Но великие религии уже созданы, уже новую не создашь, как ни крути. Нет у тебя в запасе тысячи лет, да, или двух тысяч. Знаешь, моя дочь сказала, когда пришла, говорит, папа, знаешь, а Шекспир в оригинале – это совсем другое. Вот читала русский, да, когда уже познала полностью английский текст. Я говорю, так всегда, вот у нас молдавский есть язык и румынский. Вот кто здесь жил, он поймет на молдавском языке украинца, болгарина, румына, русского. Он говорит, да, это как слэнг, я говорю, еще какой. Да, уйдем на рекламную паузу и продолжим нашу интересную беседу, потому что экономика есть экономика. Экономика должна быть экономной. Ну не настолько же, рекламная пауза. Реклама закончилась, продолжается наша интересная беседа. Напоминаю, кто не смотрел первую часть нашей программы, кто у нас в гостях. У нас в гостях Михаил Лупашко, писатель и публицист. В некоторой степени историк. Молдова и роль интеллигенции в жизни Молдовы. Тут феномен очень интересный, потому что если брать территориально, вот в тех границах, в которых Молдова существует, берем с Приднестровьем вместе, по международному праву, мы как бы ориентироваться пока. И традиционно вот на этой территории, скажем так, развитие интеллигенции шло одновременно с развитием разночинской интеллигенции в рамках всей Российской империи. Потому что за прутом в Румынии там интеллигенция развивалась по другим, так сказать. Ну, похожим, но своим путем шла, скажем так. Поэтому у нас есть определенный диссонанс культурный. И диссонанс в понимании исторического пути. И тут мы ничего с этим не сделаем. Потому что наша интеллигенция практически вся была в русской революции. Поэтому здесь и газета «Искра» издавалась. Здесь интеллигенция была настроена исключительно антимонархически. Да, значительная часть ее не приняла диктатуру пролетариата. Потому что интеллигенция вообще не любит диктатуру. А румынская же интеллигенция вся была настроена монархически. Она и до сих пор питает, так сказать, ностальгию по королевскому дому. И культ вот этих королей румынских основателей. Сейчас возвратили. Да. Поэтому румынская интеллигенция и Чаушеску воспринимала так, как она и культ личности создала. Такое, что Сталину и не снился. И потом, как она поступила с ним, эта элита, с Чаушеску. Но все же. Да. Возьмем по-другому за основу. Но наша, конечно, интеллигенция, она в основном сформировалась в 50-е, 60-е, 70-е годы 20-го века. И, конечно, она ощущала очень сильное давление центра союзного. Потому что технологии, культурные программы, вузы, все шло из Москвы. И, конечно, она чувствовала давление русского языка на себя. Рамки. Давление. Рамки, которые давали. И сам Иван Иванович Бодю содействовал этому. Потому что так он пытался доказать Москве свою лояльность. Что здесь вот даже может быть больше русского языка, чем молдавского. Это потом обернулось очень нехорошими процессами в 90-е годы. Но мы тоже с этим ничего не можем. Это наш исторический путь. Это наш исторический момент. В 90-е годы произошел момент переворачивания этнонегативизма. То есть молдавская интеллигенция восприняла этот исторический советский опыт как необходимость от него отречься. И нашла себе опору в идентификации румынской. Вот отсюда и унионизм. А сегодняшний день. А сегодняшний день. И унионисты, и государственники. И те, кому абсолютно пофиг, кто думает о себе, должны понять одну серьезную вещь. Мы стоим в начале новой эпохи. В которой сохранятся государства, народы, большие и малые, только те, которые четко смогут найти свое согласие и место на карте мира, внутри себя. Те, кто начнет растворяться в потоках миграции, в идеологических шараханиях и шатаниях. Вот Сирия. Консолидированное государство было. Начало распадаться, начало шарахание, бесконечная война. Бесконечная война. Не факт, что она сейчас закончится. Это абсолютно не... Всех со всеми. Да, всех со всеми. И, к сожалению, риски и угрозы, скажем так, провоцирования таких конфликтов, ввиду того, что существуют большие геополитические игроки, которым легче выяснять отношения не на своих территориях. А роль интеллигенции? А роль интеллигенции, она должна сплачивать, консолидировать общество. Она должна идти в общество с примеряющим, с организующим, с посылом того, что, ну да, у каждого могут быть свои взгляды, свои идеи, свое понимание истории прошлого. Но у нас есть одна наша общая задача. Как сделать так, чтобы в этой стране жилось лучше всем? И не путем присоединения к большому соседу или к другому соседу и растворения себя там в каком-то огромном пространстве. Это не путь, это путь в никуда. Потому что это, во-первых, это не случится, но находясь в этой ситуации, мы останемся вообще без активного населения. А святое место пусто не бывает. И сегодня, да, потоки мигрантов идут в Германию, в Швецию, там, где уровень жизни, да, где эти мигранты чувствуют, что их будут содержать. Не сегодня, а завтра немцы скажут, все, Нихшисон, Гитлер капут, больше никого кормить не будем. Рынок рабочей силы переполнен. Нам больше никто не нужен. И эти люди хлынут сюда, на уже освободившиеся территории. И это не Рэй Брэдбирь. Это может стать реальностью в течение нескольких лет. Почему у нас разделение интеллигенции произошло? Потому что... По языковой проблеме. Потому что... Вот Сергей Скрипник занимается своим делом всю жизнь, да? Стараюсь. Ну, зарабатывает кусок хлеба честным трудом. Творческими проектами свою жизнь скрашивает, да? Да ладно, мы друг о друге будем говорить, что... Нет, я говорю о том, что... Пример. Пример такой, да. Но есть люди, которым не хочется жить трудом. А можно жить безбедно, ни в чем не нуждаясь, находясь в политическом процессе. Пожиная дивиденды. С того, что мы отстаиваем какую-то идею. И можем отстаивать ее десятилетиями. И за нас часть какой-то электората, которому эта идея близка эмоционально. Идея возрождения Советского Союза. Идея унири. Идея там 85 государственных языков, как в ЮАР. Еще. Любую идею можно. Найдутся люди. Главное, чтобы было их много. И чтобы хватило преодолеть порог избирательный. И все, мы сидим 4 года в парламенте. Поднимаем руку, опускаем руку, ездим. Получаем хорошую зарплату. Продвигаем своих людей в правительство. И смотрим, один министр идейный проворовался. Второй, примар идейный проворовался. Как же люди идейные могут воровать, а? Ведь люди идейные должны бороться за идею. Еще интеллигентные. Интеллигентные. Тут вспоминаются слова Ленина об интеллигенции. Вот уж Ленин, допустим, да. Он был очень интеллигент. Да, а вот не был стяжателем. Не был стяжателем. Не был. Увы, это так. Ну, какие слова у него за интеллигенцию были? Нехорошие, недобрые, неприятные. Мы создадим, самое мягкое было, мы создадим свою интеллигенцию. Что подтвердил господин, товарищ Сталин. Тут и господин. Вот что значит влияние. Договорились уже. Договорились. Мы не будем уходить слишком глубоко в эти нюансы. Мне интересно. Потому что в сегодняшний день он от нас требует... Михаил, мне интересно твое мнение. Требуется средоточиться на сегодняшних процессах. Если бы я не уважал твое мнение, я бы не спрашивал. Но мне интересно. Куда делась та интеллигенция, те основы, при которых люди начнут мотивированно убеждать своего оппонента в своей позиции? Я понял. Вот я тебе отвечу чуть-чуть так, не может... Давай проще. Немножко издаля. Издалека. Вот есть у Иона Друци пьеса «Каса Мария». Которая впервые вышла в Москве. Не здесь, в Кишиневе. В переводе на русский язык. Замечательными российскими актерами. Я слушал радиозапись этих постановок. И смотрел потом эту пьесу уже в наших театрах. На молдавском, на румынском языке. Кому как больше нравится. Не будем мы спорить. Вот эту пьесу надо показывать детям, начиная с пятого класса. Потому что в ней вся основа, вся философия жизни молдавской нашей, исконной. Что такое «Каса Мария»? Это образ дома, который ждет своего хозяина. А хозяин погиб на войне. Потому что такова судьба мужчины. Уходить, защищать свой дом. Войны случаются. Если мужчины не будут уходить и защищать эту «Каса Марии», то придут те, кто ее порушит. И вот вдова ждет, ждет этого солдата. Хотя знает, что он погиб. У нее растут дети. К ней женихаются люди. Все это происходит. Все это меняется. Это философия жизни. И пока оно существует, существует этот микромир. Ставят сегодня пьесы друцы в Молдове. В каких театрах? Только потому, что он приехал в свое время и сказал. Ребята, давайте не ссорить молдавский язык с румынским. Молдавский язык – мама румынского языка. Старо-молдавский. Что же мы делаем? Все, тут же его прокляли, забыли, зачеркнули. Ему ничуть от этого плохо не живется в Москве. Его ставят даже в переводах на английский на Бродвей, его пьесы. И заметил, что его не называют Иван Друц, а называют Иван Друц. Да, Иван Пальтиймонович. В России. А его философские, его концептуальные, мировоззренческие очерки – это великая литература. Это на уровне Маркеса. Но это наша, это не Латинская Америка. Получается, наша интеллигенция. Современная. Завидует таланту. Есть еще интеллигенция. Изгнана. Настоящая интеллигенция – интеллигенция созидающая, не разрушающая. К сожалению, у нас есть люди, псевдоинтеллигенты в политике, которые говорят, мы писатели, мы поэты. Берешь произведение этого поэта и писателя, на третьей странице ты закрываешь его. Ну, потому что даже и близко это, не то, что они великие, они талантливы. Вот и все. А, конечно, время сейчас такое, мы говорили, читают мало. Молодежь растет в творческом плане. Ну, что, хип-хоп, какие-то вещи. То есть классика, она как-то отодвинута. Без классики не будет культуры. Без классики культуры не будет. Классика – это классическая литература, роман, поэмы, произведения, которые дают нам понимание. Это, ну, вот как произведение Льва Толстого. Да, понимание жизни во всей ее глубине, во всех ее противоречиях. Скажу. И кроме Друцци у нас нет такого авторитета сегодня. Но его отодвинули, он не нужен. Отодвинули ему много. Потому что он способствует согласию. Он вносит примирение, потому что он пишет и на русском, и на молдавском. И воспринимается очень хорошо людьми творческими. И в Кишиневе, и в Москве, и в Бухаресте, и во всем мире. И зачем нам такое тут, когда на каждом клочке площади Великого национального собрания мы можем вывести свой митинг и орать до посинения. С тем только, чтобы в электоральный цикл 15-16 процентов, а может и поболи собрать. Вот подустали мы от этого правления. Появляются люди, которые говорят, все, голосуйте за нас. Вот эти сволочи были. А вот мы как придем и как заживем на второй день. А это каждый говорит. А люди не думают, подожди, хорошо, а как мы заживем? За счет чего мы заживем? А что, откуда? Мир-то живет сейчас совершенно по иным экономическим законам. Не по тем, что даже 10-15 лет назад. А какой из них? Сейчас грядет очередная технологическая революция, при которой сущность человека потеряется. Уже доказано, что приоритетно будут развиваться те страны, в которых уделяют особое внимание сфере образования среднего и высшего. Выращивать интеллектуальное, мобильное, способное к инициативе подрастающее поколение. Чем Китай сейчас занимается? Я знаю нескольких очень способных ребят, наших кишиневских, которые по программам китайским уехали в Китай. Уже защитились там. Вот один из них приезжал, уже доктор химических наук. Говорит, живу в маленьком китайском городке. Один миллион жителей. Университет на 20 тысяч учащихся. Прекрасные лаборатории, прекрасные условия для научной деятельности, гранты и так далее. Единственное, что не открывай рот насчет политики. Занимайся бизнесом, наукой и так далее. Есть политический строй, который не подвергается сомнению. Как-нибудь. Вот и все. Вот эта стабильность. Мудрый конфуцианский подход. Больше миллиарда жителей, если в начале 90-х они голодали, реально голодали Китай. Сейчас проблемы голода там нет. Сейчас другие проблемы. Космические программы, геополитическое влияние во всем мире. Развитие вооруженных сил. Не мне тебе рассказывать. Ты сам знаешь, как Китай развивается. Развивается. Развивается и быстрыми темпами. И когда нам говорят, что коммунизм потерпел поражение перед капитализмом, я им говорю, а Китай? Ну, здесь можем поспорить. Ну, там симбиоз. Там симбиоз, конечно. Там симбиоз и древний Китай, древние империи, которые существовали. Ну, согласись. Они просто получили другое название. Сергей, 90-е годы. Но в принципе построение один и тот же... Давай так. 90-е годы. Дэн Сяопин. Голодающий Китай. Миллиард жителей. 2017-й год. Новая политика. Ведущая экономика мира. Ведущая держава. Тот же период, который и Молдова проходила. Ну, наверное, Китай обустроить было сложнее. Китай раньше начинал. Сложнее было, чем нам с нашими тогда 4 миллионами. И еще не разделившейся территорией без конфликта. Ну, как? Свои спорные территории с Россией они получили? Я к тому говорю, что при нормальном подходе, взвешенном, ответственном... Существует для нас интеллигенция? Существует, но странная. 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 Определение странной интеллигенции. Да, потому что для нее важны европейские ценности, но не важны европейские стандарты. Она готова отказаться от своего православного начала и пуститься во все тяжкие европейские ценности. Только, чтобы им платили гранты. Главное. Главное, да. Потому что надо же там, так сказать... А где же совесть? Ну, дело в том, что совесть это вообще понятие такое, которое присуще настоящему интеллигенту. А когда он странный, то как бы и совесть у него находится там, где европейские ценности. Михаил, странный интеллигент. Сейчас там смотрит кто-то из интеллигентов. Ну, они все равно не поймут. Ну, странные люди. Жить-то как-то надо. Ну, надо. Ну, вот, допустим, в периоды, когда на наших территориях бушевала гражданская война. Когда прокатился вал Великой Отечественной войны. Ведь люди помогали друг другу. Мне бабушка моя рассказывала. Когда в Дубоссарском районе расстреливали евреев. Это тоже было. В 41-42 году. 18 или 20 тысяч их там со всего свозили. Есть захоронения. Ночью, там, где у них был домик, где они косили где-то вот сено, там все. Прибежала еврейка с детьми. Спаслась. И бабушка их прятала. Прятала, потому что ей было жалко. Хотя она знала, что у нее самой 4 рта и муж в Красной Армии. И кто-то донес бы, убили бы всех. Она не могла иначе поступить. И прожила 96 лет. И умерла легко. И с чувством, ну не знаю, вот так вот праведники уходят. Понимаешь? С чистой совестью. Устала жить, она сказала. Устала. Попрощалась со всеми и все. Вот так вот прожить. Не каждому дано. Но это трудно. Это вот взять, отломать кусок хлеба и поделиться со своим, со слабым. С нуждающимся. По совести. Потому что человек верит. Верит во что-то. В Бога верит. В совесть верит. В будущее верит. В детей своих верит. Вот наши родители. Вот все, что построено в этом городе, это руками наших родителей. Моих, твоих, других людей. И нам потом говорят, что ваши родители здесь были никто. Вот мы сейчас придем, только потому что у нас какая-то идея завиральная. Стоп, ребята. Подождите. Рыжкановка. Все. Ботаника. Буюканы. Музыкальные школы. Органный зал. Оперный театр. Это откуда все взялось-то? Ну, давай не будем мериться в эти споры. Это не споры. Как два нормальных человека не будем спрятать. Это традиция. Традиция, которая должна сохраняться. Это привнесенная. Привнесенная традиция. Когда тебе... Я между со стороны тех, кого ты называл, это привнесенная традиция. Не будем говорить, что это традиция. Не дай бог, чтобы это стало традицией. Хотя это тянется уже четверть века. Я в другом. Ведь мы, единый народ. Ты, когда надо, говоришь на молдавском языке. Я всегда говорю. Когда к тебе обращаются на молдавском, говоришь на молдавском. Во дворе мы всегда общались с ребятами. Когда надо, молдавский, русский. На идише общались. Шли мазлы. Беса мемуча. Так что здесь вопросов нет. Здесь мы просто констатируем то, что происходит сейчас. Сейчас интеллигенция больше заботится о себе. Правильно? Это уже не интеллигенция, которая заботится о себе. Они себя называют интеллигентами. Ну, как бы они себя ни называли, это ничего не меняет. Это ничего не меняет. Интеллигенция – это те люди, которые двигают культуру. А культура является основой согласия в обществе. А техническая интеллигенция? Ну, и техническая тоже, она всегда тяготела к культуре и гуманитарной. Вспомни. У Эйнштейна есть великолепное исследование творческого процесса. Художника, скульптора. Огромная статья. Вот, казалось бы, физик-теоретик. Он расписал на уровне гения Аристотеля все процессы, которые происходят в творческом поле, когда человек начинает создавать. А давай сейчас ты опишешь, как великий гений, да? Кто великий гений? Ну, ты сейчас называл великого гения. Ну, Эйнштейна, да. Эйнштейн. Да. Вот ты как Эйнштейн. Ну, я не карьер. Опиши, пожалуйста, все то, что присуще нормальной, современной молдавской интеллигенции. Ну, есть люди, которые несут свой крест мужественно в школах. Преподаватели, старые закалки. Их при всех вот этих, скажем так, процессах, новоэкспериментирующих над психикой учащихся, они все-таки придерживаются старой классической школы. Передачи знаний от педагога непосредственно к ученику. От простого сложного, от частного к общему. Вот это принципы, мимо которых не пройти. И я вижу, как, допустим, бываю на встречах с учениками в школах, и вижу, вот это интеллигент, а это просто человек, который работает, потому что негде. Есть у нас люди, которые в каких-то научных институтах сохраняют этот посыл. Есть люди в сфере творчества. И вот когда с ними всеми общаешься, с одним, с другим, то приходишь к какому-то обобщению, что у них есть общее понимание того, как жить. Но поскольку и в книге «Экклезиаста» сказано, что голос глупца слышен, отчетливее голоса ста мудрецов, потому что он орет, как осел. А мудрецы, они разговаривают тихо. Поэтому мы слышим голос ослов ревущих, а голос настоящей интеллигенции не слышим. И, конечно, задача государственных органов и государственного аппарата управления, наверное, бы состояла в том, чтобы этой интеллигенции дать возможность проявлять себя. И где дают возможность этой интеллигенции проявлять себя? Ну, у нас есть механизмы. Назови примеры. Нет, я не говорю о том, что ей дают возможность. Я говорю, что у нас механизмы есть. Механизмы есть. А я спрашиваю о том, что эти механизмы применяются как элемент поощрения своих политических холуев. Вот красиво сказано. Когда раздаются премии какие-то и прочие. Они только сами знают, но они их раздают. Вот этот человек, он с нынешней властью прошел долгий путь. Этот прошел менее долгий, он успел перескочить в нынешнюю власть. Этот успел предать всех, кто с ним был. Вот ему за предательство. Ну, и перспективы, значит, хорошие. Поэтому, ну, о чем мы говорим? Что это? Это все ярмарка тщеславия. Увы. Но, к сожалению, люди, которые попадают в эту психологическую зависимость, это ярмарки тщеславия. Даже такие медийные унионисты, как там известный дядя и племянник, они тоже уже не будут ездить на машине ниже класса Мерседес. Уже привыкли. Или Шкода. Уже меньше, чем три этажа особняк. Ну, как? Хотя живут только на первом. Ну, не важно. Ну, два. Да. Там партийная касса. Два этажа заберут. Два этажа партийная касса. Вот хотел еще тоже задать вопрос тебе. Скажи, а почему так мало русскоязычных находится на должностях, да? В правительстве, в партиях? Мало фамилий? Очень мало. А я зацепил за живой. Да нет. Наше общество зацепило. Оно все объяснимо. Оно все объяснимо, потому что людей разделили по признаку того, кто ты есть и какому клану принадлежишь. К сожалению, наши эти наношистские кумовские кланы, они, конечно, ориентированы строго на своих. Родственник. Да. Поскольку все-таки русскоязычие – это больше городская среда, то у нас по-другому складываются элементы взаимодействия в городской жизни. Мы дружим, общаемся, можем организовать какие-то спортивные сообщества, политические сообщества. Но вот эта клановость, она нам не присуща. Поэтому, когда человек попадает в этот клан, он может быть либо себя низвести до уровня халуя, раствориться, либо выпасть из него, либо просто ему будет неприятно. Вот как мне быть халуем в каком-то клане. Да и клан меня не примет. Просто. Он как собачья сфора, да, чужак, все. И тут не важно, ты можешь быть Эйнштейном, можешь быть гениальным управленцем, можешь быть вообще человеком, которого признает весь мир. Нет. В Молдавии перспектив нет. Ты будешь на обочине, на обочине жизни. Поэтому, конечно, нужна смена сейчас и перезагрузка, и политического нашего процесса всего, и политического. И она идет. И вот у тебя, допустим, на передаче была Майя Санту. Я идеологически далек от этих, так сказать, тезисов, которые продвигает ее партия. Но я вижу, что этот человек цельный мыслящий. И этот человек в какой-то мере пассионарный. И вот сколько она была на посту министра, никто пока что не нашел какой-то коррупционной составляющей в ее деятельности. Я готов садиться, говорить, спорить с любым убежденным человеком, который не разделяет моих взглядов. Если он не вор и не коррупционер. И если случится ситуация, что мне придется выбирать между ворами и коррупционерами, которые говорят, что они мыслят так же, как я. И между теми, кто честен, но мыслит не так, как я. Я проголосую за тех, кто честен. И это будет правильно. Это будет честно. Это будет правильно. И будет честно. Потому что никакой идеологический посыл не оправдывает коррупцию, воровство, стяжательство и нарушение закона. Вот когда мы говорим о европейских стандартах, это верховенство закона, которое отталкивается от всеобщей хартии права и свободы человека. 30 статей. И четко прописано. Презумпция невиновности, равенство прав, равенство полов, социальные гарантии, гарантии в сфере образования. Начального, профессионального, высшего. Кстати, там написано, что высшее образование должно быть доступно всем по способностям. У нас этот принцип соблюдается в стране? Да. По способностям. Может, способнее человеку, у которого нет денег, поступить в вуз? Так, извините, за знания платить надо. Ну вот. Вот и все. Вот тут мы и закрываем всю дорогу молодым талантам вперед. Вот посмотрите британскую систему образовать. Возьмите за основу, как она построена. Да, британцы, Brexit, там все и так далее. Да, мы опустим. Давайте говорим об образовании, получении образования. Поэтому интеллигенция – это прежде всего люди честные. Да, они могут быть идейно убеждены и не радикалы. То есть, это человек, который говорит, да, я придерживаюсь таких убеждений, но я не говорю, что надо уничтожить всех, кто придерживается других убеждений. Да, я отрицаю советское прошлое, но я не отрекаюсь от него. Да, мы все оттуда вышли. Вот с этими людьми, да, можно строить будущее. С людьми, которые говорят выгнать, уничтожить, запретить, лишить, закрыть символы. Это мы уже проходили. И что? И что? Посносить все памятники, не знаю, там еще какая-то глупость и так далее. Ну, не будем сейчас памятники, глупости. Мне, например, Александр Освободитель, Александр, который здесь стоял, у нас, да, памятник, но он не мешал, потому что у меня еще не было на свете. Ну, его снесли. Фердинад звучит красиво, как танк, да? Ну, я имею в виду самоходка Фердинад. Тоже стоял, что? Ну, было бы у нас три памятника, четыре, да? Штефан Чалмарит, Александр и Фердинад. Ну, бог тому, красивые памятники, хорошо сделали. Никто не мешает выйти на какой-то уровень жизни. И когда будет избыток средств, которые можно направить на культуру, на архитектуру, на инфраструктуру, восстановить все памятники, пусть стоят, будем водить экскурсии, показывать детям, говорить, да, вот мы прошли через такие периоды исторические. Самое интересное, что нас потом обвинят. В чем? Как? Александр? И что, Александр? Да вы что? Ну, это же российский был царь. Ну, есть Александр Плац. Так не подожди. А Фердинад другие скажут, а другие Фердинад скажут, это же румын. Ну, ничего есть. Есть роман великолепный, не помню, как у автора называется Фердинанд великолепный. Да. А кому объяснять придется? У нас интересное общество. У нас сначала обвиняют, а потом думают. Я уже давно людям с белками без зрачков, с выпученными, с этими вот орущими, там, ну, сегодня гимпу наше знамя, завтра гимпу Иуда поймали возле парламента, начали метелить. Да, те же, кто, так сказать, его носил на руках там какое-то время. Вот с этими людьми точно, однозначно говорить не о чем. А с кем есть? Ну, вот с такими людьми, у которых есть убеждения. Их может немного, но они будут постепенно появляться. Весь мир, и Европа, и Соединенные Штаты, да и Россия нуждается в перезагрузке правящих классов, элит. Потому что весь мир стоит перед страшными вызовами, которые грозят уничтожением всему человечеству. Это не только мировой терроризм и ИГИЛ, который очень легко может выплеснуться и появиться где угодно. В любой форме. Да. Потому что у этих людей есть смысл и идея, и они готовы за нее жертвовать жизнью. Второе – это экология, поэльтиленовые кулечки, которые нас сегодня, завтра всех уничтожат. Третье – это, конечно, выход из всех этих экономических неурядиц и процессов, когда мир развивается неравномерно. И при всех тех ресурсах, которые существуют, даже у нас в Молдове, у нас существуют атовизмы голода, бедности и нищеты. Это 21 век. При том, что мы-то можем здесь всех накормить. И одеть, и обуть. По крайней мере. И только за счет вот этой идиотской политической системы, которая совершенно не работает на то, чтобы развивать государство, а работает на то, чтобы обогащать финансовые олигархические кланы, мы и топчемся, и наши села гибнут. И в другой раз заедешь в село 50 километров от трассы, это просто хочется взяться за голову. Да я не даю 15 километров от трассы. И ужаснуться. 5 километров от трассы. Потому что, ну, я не помню. Что в молдавских селах в 70-е, 80-е, даже в 90-е годы, вот были примеры такой нищеты, как сейчас встречаешь просто. Старики там брошенные, там еще какие-то. Ну, говорят все. Ну, говорят годами. Что коммунисты, что демократы, что либералы. Уже сколько. Что люди, которые прикрывают идеи свои коррупционные устремления, это люди, которым нечего делать в политике. Вот всем пора научиться оценивать реально. А для этого нужно шевелить мозгами. Думать. Давай не будем так говорить, шевелить. Думать. По крайней мере думать. Научиться думать. Ну, все думают, что они думают. Вот сидит человек и думает. И он так прижал своей пятой точкой эту думу, что, понимаешь, вот ему лень встать. Вот он думает, что это как-то... Ну, лень. Ну, надоело думать. Ну, уже же все ясно. А вот... Мне хорошо в парламенте. Например. Да. Да. Я знаю многих таких. И вот я думаю за народ. Вот я думаю. Я даже за него болею. Да, очень хорошо. Да, многие там... Вот как-то хочется на вот такой вот оптимистичной ноте закончить нашу беседу. Ну, тогда... Тогда... И вот тут-то я даю слово, Михаил... Не рекламы ради, я просто... Не рекламы ради. Всех призываю посмотреть наш с Сергеем Скрипником фильм «Сергей Есенин. Бунтарий. Романтик». Это вам добавит оптимизма. А для того, чтобы мы ушли с передачи с чувством, ну, по крайней мере, не безнадёги. Я вот позволю себе такой небольшой стихотворение. Конечно, Михаил. Я этого ждал. Да. Навеяло как бы, да. Через горести пройдя, уповая на удачу, старых ран не бередя, засмеюсь и не заплачу. По-есенински тряхнул головой, такое дело, ничего не отцвело, ничего не отшумело. Всё только начинается. Всё только начинается. Будем надеяться на то, что будет лучше. Как всегда. Вера, надежда, любовь, христианские ценности. Православие, оно нас выведет из этого непонятного омута. Покровитель земли молдавский Георгий Победоносец. И с ним вместе победим. Всего вам доброго, дорогие друзья. Счастья, любви, здоровья, надежды. Всё будет хорошо. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова